Указ президента судя по документу, у властей есть три месяца, начиная с этой недели, чтобы утвердить единый план по реализации основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. Стоит отметить, что в плане по развитию Арктики внимание уделяется и национальной безопасности. Стратегия по ее обеспечению также включена в указ номер 645. Кроме того, именно местные власти будут отвечать за контроль реализации президентского указа. Однако встает вопрос, о каких конкретно территориях идет речь. Разберемся, что из себя представляет понятие «русская Арктика». Русская Арктико-арктическая зона России, АЗРФ, это северная оконечность европейской и азиатской частей страны. Она расположена вдоль побережья морей Северного Ледовитого океана, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, и Чукотского. Это самая протяжанная морская граница России, 19724,1 км. Площадь сухопутной части АЗРФ составляет 18% территории России и вообще 3,1 миллиона кварталов. КМ. Территория континентальной части АЗРФ составляет 4,9 миллиона кварталов. КМ. Острова занимают площадь 0,2 миллиона кварталов. КМ. Шельфовые и внутренние моря АЗРФ достигают площади 4 миллиона кварталов. КМ. Итак, какие субъекты РФ входят в состав арктической зоны? Архангельская область, город Архангельск, Мизенский район, городской округ Новая Земля, город Новодвинск, Онежский район, Приморский район, городской округ Северодвинск, Лишуконский район, Пинишский район, Красноярский край, город Норильск, Таймырский, Долгана, Ненецкий район, Туруханский район, частично Ивенкийский район, 10 сельских поселений, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика Карелия, Беломорский район, Каливальский район, Кемский район, Костомухшский городской округ, Лаухский район, Сегишский район, Республика Коми, городской округ Воркута, городской округ Инта, городской округ Усинск, Усть-Селемский район, Республика Саха, Якутия, Абыйский улус, Алаеховский улус, Анабарский улус, Булунский улус, Верхнеколымский улус, Верхоянский район, Жиганский район, Момский район, Нижнеколымский район, Оленекский район, Среднеколымский улус, Устьянский улус, Ивенобатантайский национальный улус, Чукотский автономный округи Мало-Ненецкий автономный округ Почему этот регион так важен? Некоторые особенности арктической зоны наконец-то обратили внимание властей на ее социально-экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности. Для начала, Арктика в первую очередь это экстремальные природно-климатические условия, крайне низкая плотность населения и отвратительный уровень развития транспортной и социальной инфраструктуры. Катастрофа в Норильске в очередной раз продемонстрировала, как важно охранять территорию Арктики. Халатное отношение к охране окружающей среды уже нанесло экологии огромный вред, последствия которого придется устранять еще много лет. Кроме того, стоит обратить внимание и на торфяные территории и регионы с вечной мерзлотой. Если Сибирь называют «легкими Россией», да и важной частью экологии планеты, то территория вечной мерзлоты – главное захоронение углекислого газа. Дать этим землям растаять, все равно, что открыть клапан с парниковыми газами. К сожалению, стоит отметить, это уже происходит. В принципе, о важности климатических изменений, которые приводят к рискам не только для окружающей среды, но и для деятельности малонаселенных народов также говорится в указе. Кроме того, географическая, историческая и экономическая связь с Северным морским путем приковывает внимание властей к региону. Особо стоит отметить инфраструктурные сложности. На данный момент, обеспечение хозяйственной деятельности и жизнеобеспечение населения, их зависимость от поставок топлива, продовольствия и жизненно необходимых товаров вообще ставит транспортный вопрос особенно остро. Кроме того, это мешает развитию туризма. Да, у арктического региона огромный туристический потенциал, который никак не используется на данный момент. Транспортных и кластерных систем, которые есть сейчас, явно недостаточно.